День 23 февраля уже потерял всяческий свой статус, имидж и, возможно, значение для большинства. Но, тем не менее, он, наверное, еще что-то значит для таких осколков прошлого, как ваш прокурорный слуга, например, для каких-то пожилых мужчин, возможно, и каких-то знакомых. Ну, в любом случае, этот день нельзя назвать ни днем мужчин, ни каким-либо праздником. В общем, присутствует еще такое определение, как День мужика, настоящего такого заскорузлого мужлана. Какая музыка годится для такого дня? Например, Ленинград. Сегодня очередной трибют группы Ленинграда в исполнении Dream West в пробке. И это по-честному. Сколько ты уже отыграл трибютов Ленинграда? Ты должен считать это, потому что ты приближаешься к рекордам. Штук семь. В пробке, наверное, было штук пять. Все равно каждый раз по-разному, да? Что сегодня будет? Сегодня у нас будет вообще все пи***о, потому что у нас появилась труба, в смысле труба нам полная труба, а трубач. И у нас появилась Виолетта. Виолетта – это новая какая-то вот все-таки муза, дыхание в группе. Не все могут так вот материться душевно, как ей это удается, я не знаю. Она преподаватель на самом деле, но матюкается кошерно. Преподаватель, филолог. Детям. И так детки же видят ее по телеку, как она матом гнет. Вы знаете, я думаю, что в этом будет еще больше деток ходить. Ленинград, 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 Ленинград. Давайте пройдемся по некоторым песням Ленинграда. Ваши любимые. Экстаз. Патриотка. Сиськи. Сиськами все понятно. Это особая тема. И такая культурологическая тема. И о ней можно вечно говорить. А вот сюжет первых двух можно пересказать коротко? Ну что там рассказывать про экстаз? Телка, в общем, вся течет, текет от Стаса. А кто такой Стас, я не знаю. То есть экстаз – это про любовь, правильно? Это про секс. Про чувственность, про чувственную жизнь. Про чувственный секс. Что это за творчество такое? Это что такое, театрализованная музыка какая-то, да? Это, по-моему, какое-то такое особенное явление, которому, в общем-то, нет названия. То, что они стали настолько популярными с таким выбором репертуара. Так это же жизнь. Вот то, что они изображают, это и есть жизнь наша, разве нет? При этом у них очень остроумно все. Впереди столько концертов. И Sky, и The View, Tic впервые в пробке, и Tartac, Tabula Rasa. Брендовые привозы – это только те, кто уже в афишах. Те, кто в планах, я тебе пока не скажу, как всегда буду держать интригу. Ну и, конечно, большое количество атрибютов и Наутилус, Помпилиус, и Звери, и Майкл Джексон, и Агата Кристи. То, что надо. Ты как человек, связанный с физическими нагрузками, скажем так, да? Да, то есть, возможно, больше, чем другие музыканты, все-таки. Это редкий случай, когда говорят, что барабанщик больше из них работает. Ну, это, конечно, приятно слышать. Потому что ты не только духовно отдаешься, но и физически, да, полностью. Музыка Ленинграда в этом плане, она требует особых затрат? Или здесь нужно просто номер отбыть, как говорится? Нет, номер отбыть не получится. Нужно все-таки быть в этом состоянии и пытаться, в любой музыке, пытаться передать атмосферу. Все творчество Шнура и Ленинграда – это чудовищная сатира и ирония безумная по поводу нашего образа жизни. Всех ее сфер абсолютно, согласись. Конечно, это и отдых, и туризм. Тут туризм, все, по поводу всего, и нашей бедлячественности, и искренности такой, и наши особенности по отношению ко всему миру остальному. Ну, все равно ведь так это есть. Да. Ну, мы же за мир во всем мире. Потому что хорошее против всей х**ки. Звезда соцсетей. Господи, ты чего только не пробовала в жизни, да? Ой, я и это не пробовала, и то не пробовала, и все собираюсь. Вот ближайшее, я хочу сделать себе подарок на 8 марта, прыгнуть с высокого дома. Ну, не на совсем. Ну, ты особенная, конечно, ты самодостаточная. Ты, скажи мне, ты сам... Спокойная я. Ты сама себе вот эти подарки делаешь, да? Да, я сама себе эти подарки делаю. Чтобы было не скучно, чтобы было весело. Но в жизни должен быть адреналин. Понимаешь, у него уникальные стихи. Он же рифмует мат, там х**ь, там не волнуй, там... Мне кажется, первое, что он научился, он придумал миллион рифм на слово х**ь. И потом на другие все маты. И потом от этого и пошло его творчество. Вот он не банально рифмует. И при этом он употребляет мат. Вот, знаешь, тогда, когда, короче, он необходим. Вот без мата, б***ь, не скажешь подробно. Ленинграда шоу. Кто сюда пришел, с ними хорошо.